Новые схемы мошенничества появляются постоянно, а существующие злоумышленники совершенствуют разнообразными методами воздействия на человека. Свежие способы воровства аферисты используют на онлайн-сервисах, а иногда они даже не боятся звонить в магазины и похищать средства с помощью информационных технологий и компьютерной техники. Как не стать жертвой мошенников и сохранить свои деньги, выясняла наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Беспечность часто приводит к потере денег. Вот запоминающийся случай. Граждане России звонили по телефону работникам компании и представлялись руководителями этих торговых сетей, а потом срочно требовали перевода средств. Служащие и офис-менеджеры даже не пытались проверять личность звонивших и узнать, действительно ли на другом конце провода их руководитель. Под предлогом срочной оплаты товара материальных ценностей требовали перевести деньги на управляемые ими карт-счета, зарегистрированные на подставных лиц. Гражданам Российской Федерации предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1, частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении последних применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент предварительное следствие продолжается. С начала этого года зафиксировано более 70 случаев мошенничества, подозреваемые установлены по 51 делу. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период произошло 82 факта мошенничества. За этот год основной вид афер – это покупки или продажи различных товаров. Фигурируют в статистике такие пункты, как перевод денег в долг, якобы от имени друзей в социальных сетях, быстрый заработок на биржевых ресурсах, мгновенные выигрыши, а также предоставление различного рода услуг. За весь 2019 год зарегистрировано 594 случая мошенничества. В более чем 80% случаев противоправные действия совершены с использованием интернета и информационных технологий. Отметим, что в прошлом году были зафиксированы такие аферы, как покупка голосов ВКонтакте и продажа криптовалюты. К слову, лишь в 19 случаях мошенник обращался к жертве напрямую либо в ходе телефонного разговора. Злоумышленники все чаще пользуются реквизитами платежных карт и системами дистанционного банковского обслуживания. Главной причиной таких махинаций остается беспечность людей. В основном люди попадаются на уловки мошенников при приобретении различного рода товаров. Необходимо акцентировать внимание на том, указан ли вообще мобильный телефон продавца, есть ли реальная какая-то возможность с ним связаться. Если данной информации не указано, либо указано, что с продавцом можно связаться только посредством каких-либо СМС-сообщений, мессенджеров, либо переписки на сайте, стоит обходить стороной такие объявления, либо задуматься, стоит ли приобретать данный товар. Также необходимо обращать внимание на то, что в ряде случаев бывает цена за товар, который находился в использовании небольшой промежуток времени, занижена в 2-3 раза. Правоохранители советуют покупать товары на проверенных сайтах. Если вы хотите сделать заказ на неизвестном вам ресурсе, то рекомендуется почитать отзывы о нем. Регулярно регистрируют случаи, когда человек заказывает на российском малоизвестном сайте товар, совершает предоплату, а затем ожидает посылку. Проходит месяц, два и более, а она не поступает на почту. Человек идет с заявлением в милицию. Время потеряно, и найти мошенника в таком случае уже практически невозможно. Установление злоумышленников в данной сфере преступлений крайне затруднено тем, что злоумышленники используют сторонние различные сайты, сервера, которые расположены на площадках других государств. А также могут связываться с потенциальным покупателем посредством различной IP-телефонии или VPN других стран. Еще один крючок аферистов – легкие деньги, которые они предлагают в сети. Один из видов такого заработка – различные форекс-платформы и биржевые сайты. Суть заключается в том, что человек заходит на сайт, это может быть какая-либо биржа по вложению денег, продажа, покупка различных криптовалют, либо интернет-казино, где человек регистрируется, создает личный кабинет, с ним может даже связаться якобы представитель данного сайта. Рассказать суть в том, что при вложении наибольшего количества денежных средств, то есть чем больше ты влаживаешь, тем больше и быстрее ты зарабатываешь. Человек переводит денежные средства на какой-либо счет, видит при входе в свой личный кабинет на данном сайте, что денежные средства действительно ему зачислены. Однако затем, когда человек принимает решение вывести определенную сумму, возникают проблемы. При попытке обналичить деньги приходит сообщение, что для снятия денег нужно заплатить проценты. Но и после этого ситуация не меняется. В результате пострадавший видит лишь красивую сумму в личном кабинете сайта. Рекомендовал бы гражданам при регистрации на данных сайтах и при переводе денежных средств на данные сайты осуществить мониторинг этих сайтов на интернет-ресурсах. То есть почитать отзывы других граждан, либо вообще, что пишут в интернете про эти сайты. Потому что милиция при расследовании данного ряда дел сталкивается с тем, что при мониторинге определенного сайта есть много негативных отзывов от граждан о том, что деньги вывезти нельзя и разбогатеть нет возможности. Сегодня для обеспечения безопасности уменьшен возрастной цен с привлечения захищения с использованием компьютерной техники с 16 до 14 лет. Раньше многим подросткам, которые занимались махинациями в интернете или становились участниками преступных схем, удавалось избежать уголовной ответственности. Чтобы сохранить свои финансы, не нужно доверять незнакомым сайтам и людям. А если друг попросил дать взаймы, не стоит отвечать на его сообщения ВКонтакте. Лучше позвонить и уточнить всю информацию. Возможно, его взломали. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов, Валерий Гопаньков. Специально для программы «Дефакто».